Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, что хочется сказать. Во-первых, конечно, сочувствую вам. И сочувствую тому, что приходится вам пережить и тому, что пришлось вам пережить. Я это сейчас ещё зачитаю. Вот. Сочувствую. Правда. Я думаю, что те чувства, которые вас сейчас одолевают, захватывают такие чувства, как боль, упустошение. Вот. Их можно прожить, помочь. Вот. Чтобы они вас не мучили так сильно, как мучают сейчас. Вот. То есть, ну, реально прожить их. Помочь вам это сделать, по крайней мере. Но, несмотря на это, несмотря на то, что есть к вам сочувствие, хочется обратить внимание на то, что вы не задаёте вопрос. Свой. То есть, ну, вот. Ну, есть. Ну, ситуация. Апредел... ну, апределлона. Да. В которой вы оказались. Да. Неприятная ситуация. Да. Чего вы хотите? Какой у вас вопрос? К психологу. Что вы хотите изменить? Что вы хотите поменять? Психологи ведь именно с этим работают? То есть, какую задачу вы ставите перед психологом? Да. Чувствую боль и упустошение. Сочувствую вам. Эти чувства можно, понимаешь, прожить. Вам будет легче. После развода родителей я не видел отца 16 лет. Разводы это травма. Я имею ввиду развод родителей. Травма. То, что вы не видели отца. Ну, тут нужно смотреть, как именно вы переживали то, что вы не видели. Я дедя 90-х. Тогда было сложнее время в стране. Родители еле-еле сводили концы с концами. Папа начал пить. Ну, да. Такая довольно классическая история. С 7 до 15 лет я была свидетелем постоянных родительских ссорий за все свои деньги. Безусловно, это травмирующий опыт и, по-видимому, вы не просто были свидетелем, но и расщепляли. То есть, чувствовали себя виноватой, вот, чувствовали себя должной защищать маму, например, от папы. Что теперь происходит немножко наоборот, только без мамы, но тем не менее. То есть, что такое расщепление? Расщепление, это когда ребенок начинает брать ответственность за родителя. Как бы, отходя от своего я. Как выпьет, поднимал на маму руку, сидеться, боялся, что в момент такой ссоры папа ее прибьет. Ну, страх, да. Страх. Вообще, здесь больше про беспомощность расчетет. То есть, вот, непринятие беспомощности, отсутствие опыта, опыта взаимодействия с беспомощностью. Так, значит, когда не приуман, идеальный человек, умный, добрый хозяин. Интересно, что вы пишите хозяин. Мастер на все руки, с высшим образованием инженер. Ну, хозяин, вы имеете ввиду, ведет хозяйство. Значит, что здесь мы имеем? Давайте смотреть. Мы здесь имеем идеализацию. То есть, по факту, именно по факту, речь идет о том, что вы своего папу, вот вы говорите, значит, что вы его пьяным, да, вот, ну, как-то вот, ну, негативно, негативно, ну, воспринимали его, вот. Ну, и хочется отметить, что, по-видимому, вы его и стрезвым воспринимали тоже не совсем корректно. Потому что эта история, что человек идеальный, что, ну, вообще без каких-то недостатков и прочее, это вот очень сильно про идеализацию человека. Вот. Вам нужно на это обратить свое внимание. Что вы его идеализируете. Воеваться. Я имею ввиду. Я думаю, что у вас нет образа реального папы как человека, как личности. Вот. Потому что, ну, в детстве вы его таким не видели, потому что с 7 до 15 лет они постоянно ссорились, он убивал. До 7 лет вы, понятное дело, видели в нем только отца, скорее всего, такого вот идеализированного, хорошего, сильного там мастера на все руки и так далее. А после вы его вообще не видели. То есть реального образа человека у вас нет. Кодировать отказывался в итоге, когда было 16 родители развились. То есть родители развились, это на самом деле хоть и травма, но хорошо. Ваша мама смогла это сделать. Но нужно понимать, что ваша мама была созависимой, созависимым партнером, поскольку отец спил. Вы, ребенок созависимого партнера, вы тоже созависимый. Вы в этой созависимости, судя по всему, находитесь до сих пор. Фетя 16 лет. Я, если честно, обрадовалась, мы с мамой жили в уюте, без скандалов и пьяных разборок. То есть понимаете, как бы, да, вот опять же, здесь что, как бы, с одной стороны. С одной стороны, здесь желание, как бы, спрятаться. Такой, ну, такой вот эмбрион сюда поместить. Это такой вот тревожно-избегающий, я бы сказал, прям, модель поведения. Вот. С другой стороны, это слияние с мамой. То есть мы с мамой жили. То есть, ну, вам было 15 лет, вы подросток. Извините, какая мама? Ну, какая мама вообще? Вообще. Вот. Отец в первое время звонил, пытался общаться, платил два года алимента. Что значит, пытался общаться, не очень, не очень понятно. 16-летние копейки от него, а о том, что я начал зарабатывать только 25, всего не волновало. Вот здесь, как мне кажется, идут ростки того, что вы жили с мамой в уюте. То есть, я жила с мамой в уюте в безопасности. То есть, когда человек достаточно пассивен сам, у него есть ожидания от других. Появляются они, то есть, как бы, алименты, отец платить вам до 17 лет был обязан. После 18-ти не обязан. Если отношения с мамой у него плохие, общения с вами у него нет, то, естественно, откуда будут какие-то, значит, ну, поступления с его стороны. Тем не менее, у вас есть ожидания, должен. Ну, давайте подумаем, а почему вы начали зарабатывать только 25? Не потому ли случайно, не по той же причине, вот не по той же причине, что и то, что с мамой-то в уюте, без скандалов и разборок. То есть, проблема того, что были скандалы и разборки, здесь целиком и полностью возлагается на отца. Ваша мама, типа, ни при чём. Ну, это несколько не соответствует реально. Мама тянула из себя жилой, чтобы платить мне платный вуз, была в трёх кредитах. Чувство вины у мамы. Вот это черта созависимого партнёра. Сначала она жертвовала собой ради вашего отца, потом жертвовала собой ради вас. А теперь вы жертвуете собой ради отца. Знаете, да, то есть, как бы, постоянная жертвенная модель. Как бы, кто её заставлял тянуть из себя жилы, брать три кредита и так далее. Кто её заставлял? Никто. Но она это делала. Для чего? Чтобы вы её защищали. Почему? Потому что она себя сама защитить не может. Вот вы пишите, я защищал маму и он на это обиделся. От чего вы защищали маму, если она уже развелась с отцом? Ну, хорошо. Вы её защищали. Допустим. Папа обиделся. Допустим. Ну, то есть, это по-человечески, скажем так. После четырнадцатого года пропал и вычеркнул меня из своей жизни. Ну, его право. Он давно женился с другой женщиной его возраста со взрослым. Целем от первого брака. И честно говоря, то, что он мне звонил, я была рада. Ну, интересно, вот только, что именно вас радовало. Я был обижен на него за его отношение к моей маме. Вот видите, вот она, это жертвенная позиция. Позиция даже не жертвенная, а зависимая, созависимая. То есть, я обижен на него за его отношение к маме. Простите, их отношение к маме, это их отношение. Как бы, к вам это не имеет отношения. Простите, простите за тавтологию. Есть отношение мама-папа, есть отношение мама-дочь-папа-дочь. Всё. Но вы обижаетесь на отца за его отношение к маме. То есть, это как получается? Получается, что, если я ваш отец, я не должен что-то чувствовать к своей жене, потому что моя дочь на меня за это обижается. То есть, я не могу быть собой со своей женой. Не кажется вам это странно? Понятно, понятно, что, допустим, насилие это неприемлемо. И понятно, что вот именно физические проявления, как бы, под это не подпадают. Но я хочу, чтобы вы увидели глобально, что, обижаясь на папу за его отношение к маме, вы повторяете поведение своей мамы, которое, напомню, привело к тому, что её брак разручился. Кстати, а как складываются ваши отношения с мужчинами? Хотелось бы это узнать. Дальше. С двадцатого горя начала подумывать о том, чтобы его увидеть. Очень надеюсь, что мой вопрос сейчас не прозвучит как издевательство, но что изменилось? Ну, вы обижались на него за его отношение к маме. Хорошо. Как бы, это ваше право. Шесть лет обижались, по сути. Что изменилось? Вот, что, по прошествии шести лет обиды ушли. Папу приняли. Что изменилось? Вы об этом не пишете. А это самый главный момент. Несколько раз приходило по месту его проживания, никто там не живёт. Вот обратите внимание. Шесть лет вы не видите отца. Радуетесь, что, значит, с ним не общаетесь. Живёте с мамой, как вы говорите, в уюте. Без разборок. Ну, казалось бы. Как бы, живите своей жизнью. Реализовывайтесь. Развивайтесь. Достигайте. Семью свою строите. Свою собственную семью. Нет. От этого вы идёте к папе. Зачем? Для чего? Чтобы почувствовать себя в безопасности. Вы, на мой взгляд, и на папу обижались. Потому что он не давал вам чувство безопасности. Вот когда трезвый был, давал. Когда пьяный, нет. Прикол в том, что родители, понимаете, не обязаны, не обязаны давать чувство безопасности. Они могут, они могут, они могут это делать, они могут это делать. И хорошо, когда они это делают. Наверное, давать ребёнку чувство безопасности, это хорошо. Но они не должны. А вы требуете безопасности от папы. Как мне кажется, вы перестали получать это от мамы. Вас перестал устраивать уют, отсутствие разборок, скандалов. Вас перестало это устраивать. И вы пошли к папе. За безопасностью. Хотя, если честно, каждый год ждала звонок поздравления с днём рождения. Видите, какая штука, какая штука. То есть я на тебя обижаюсь. С тобой не общаюсь. Но звонок поздравления жду. Хотя я защищаю маму перед тобой. Ты не прав, папа. Ну? Звонок. Поздравления. Давай, давай, давай. Вот понимаете, да? Это расщепление. Это расщепление. Как бы вот оно, ну, оно вот так себя проявляет. К сожалению. Дальше. В этом году мне исполнилось 35. Молча. Ну, опять же, что вполне логично. Правда, хронология уже нарушилась. То есть, как бы, получается, больше лет прошло. Развелись они, когда вам было 16 лет, вам 35. Прошло 9 лет уже. И вы до сих пор, значит, как вообще ваша жизнь устроилась? Просто есть ощущение, что вы до сих пор согласенитесь к образу папы. Вот к этой, к этому идеализированному образу, который вы нарисовали, что он умный, добрый, хозяин, мастер на все руки с высшим образованием инженер. Пытаюсь в этом найти что-то для себя. Отважилась, думаю, была не была. Поехала вчера еще раз. Что-то поехали, вы молодец. Что-то поехали, вы молодец. Мой вопрос скорее про другое. Зачем? Не в плане, не в плане того, что вам не надо было этого делать, нет. Просто для чего? Для чего вы поехали? Дверь мне открыли. Неужели чужая незнакомая женщина держала на пороге и даже не впустилась жена папы? Потребовала мой тапортом доказать, что я его дочь. Как бы вы к этому не относились, но это взрослая позиция. Взрослая поведенческая позиция у жены папы. Но вы об этом говорите с обидой. Почему с обидой? Как мне кажется. Как мне кажется. Вы не подросли. Мне кажется, что вы не подросли. То есть это что значит? Значит, что вами по-прежнему руководят чувства? Нет. То, что руководят чувства, это хорошо, это нормально. Просто вы не научились им управлять. Вы не научились их направлять. Дальше. Она рассказала, что папа два раза вытащил из того света. Он принес полотную операцию на сердце. Сейчас на инвалидности. Сказала, что с отцом так просто увидеться не даст. Боится, что у него не выдержит сердце при родной дочери. Вполне логично. Я оставила свой номер и ушла. Проревела всю ночь. От чего? Я напомню, я напомню, что в 6 лет вы были обижены на своего отца. В двадцатом году что-то изменилось. Хотелось бы опять же увидеть что. У папы есть родная сестра. Она в шоколаде всю заботу и опеку придала жене пап. А родная сестра, извините, здесь при чём? Никто со мной не связался, когда знали номер. Не уведомить, что умерла бабочка и его мать. Не о том, что мой отец в таком состоянии. Снова детская позиция. Снова детская позиция. Мне должны. Мать. Так. Папа дееспособный. Он работает. Бабочка переписала квартиру только на мою тётю. Папа и учится в чужой квартире жены. Вам не кажется, что это их дело? Ну то есть, откуда столько людей в вашей жизни, причём людей не то чтобы особо особую роль играющих в ваших, ну в вашей жизни. Откуда столько людей? Это слабый личный границ ваш. Ещё один подарок вашей маме в лице созависимости. Так. Их родовую квартиру сестра записала на себя и сейчас продаёт. Мне очень обидно за папу. Он достойный лучшего. А куда делась ваша обида? То тут защищали маму от него. То, что рады были, что он не звонит. Что они развелись. Куда это всё делось? Понимаете, да? Вы приняли эстафету своей мамы и теперь считаете папу несчастным человеком. А что это означает считать кого-то несчастным человеком? А это означает оспаривать его выбор, принижать его и возвышать себя. И основная проблема созависимого человека заключается в том, что он не способен сам придать себе значимости, а может это сделать только за счёт тех, кого он спасает. Много ошибок у него и у меня, и у моей мамы. Ну, мама и папа, вы давайте как бы трогать не будем пока. У вас какие ошибки? Готовы ли вы с этими ошибками работать? Меняться? Свою жизнь выстраивать? Он всё-таки уже взрослый человек. Я очень хочу его увидеть. Окей, супер. Зачем? Опять же, не в том плане, что не надо, не в том плане, что вы что-то плохое делаете, что хотите его видеть. Нет, напротив. Просто зачем? Зачем? Для чего? Из какой потребности? Я это говорю из чистого прагматизма. Если вы вдруг не увидите своего папу, а потребность достанется её, нужно как-то реализовывать. И опять же, хочу его увидеть. Это одно желание. Одно, что мне за него обидно. Желание другое. При этом обратите внимание, когда вы говорите, что мне за него обидно, мне обидно за папу, и он достанется лучшего, вы делаете то же самое, когда говорите, что защищали маму, да, и я обижен на него, пишите вы, я обижен на него за его отношение к маме. То же самое. То же самое расщепление. Вам было обидно раньше за его отношение, за отношение папы к маме. Теперь вам обидно за отношение к папе. То есть, кто угодно, только не вы. Вот оно. Расщепление. Так. Ну, как я поняла, ему не сказали до сих пор, что я приходил. Я же сказал, что помогать именно в этом мне не станет, она полностью доверяется поступкам его жены. Я согласен, она имеет на это право. Она вытащила его. Либо папа не хочет видеть меня, что меня вдвойне обижают. Понимаете, да? Папа не может не хотеть меня увидеть. Меня задевает то, что папа меня не хочет видеть. Как? Давайте увидим, как вас это задевает. Вот буквально как. Увидев его фото, я ошалел, внешность неузнаваемо, везде пью, успокоительную хереву, не могу принять такой исход. А... Ну, помимо того, что вас никто не просит принимать такой исход, а скажите, пожалуйста, а что мешает? Что для вас это значит? Чувствуете вину? Я искренне его люблю. Веру. Скажите, а вот, ну, когда вы говорите, что вы искренне его любите, это любовь включает вот то, что вы обижаетесь на него, обижаетесь на него? Любовь включает в себя то, что вы маму защищали перед ним, то, что вы радовались, что его с вами больше нет, в смысле, что вы живете отдельно и так далее. У него очень сложная жизнь получилась. А у вас? У вас жизнь не сложная получилась. Он сильно переживал развод с мамой и то, что я не особо хотела с ним поддерживать отношения, что теперь как есть, как есть. Вот. Понимаете? То есть мы просто примем, как данность, как данность, некоторые факты и все. Но нет. 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 У вас нет чуткой позиции своей. Вас определяют то мама, то папа, то тетя, то жена папы. У вас своей позиции нет. Как будто оторвали кусок сердца, ужасный камень на сердце от осознания того, что я не могу его и не увидеть скорее всего. Ну вот опять же. Шесть лет вам это не мешало. Шесть лет вы совершенно спокойно его не видели. Ничего, нормально. Потом в двадцатом году что-то изменилось. В двадцатом году что-то поменялось. Что это? Что поменялось? Что произошло таково, что вы начали подумывать о том, чтобы его увидеть? Вот знаете, я наверное уже много не очень приятных, приятных вещей сказал, но скажу еще одно. Не целью вас обидеть на самом деле. Вот. Знаете как это выглядит? Это выглядит так, что вы его шесть лет наказывали, а потом подумали, ну ладно, прощу тебя. Вот так. Ну и вопрос? Аноним. Вопрос-то нет у вас. Какую помощь хотите? От психолога. В чем? В чем вам нужна помощь? Облегчить. Облегчить свое состояние сейчас? Окей. Поможем. Детско-родительские отношения разобрать? Поможем в этом. Научиться самой жить? Поможем. Вы сформулируйте чего хотите, чего хотите, чего хотите. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Прикрит. Прикрит. Продолжение следует...